Самые дорогие воспоминания, довоенные, когда носил буденовку, самая дорогая медаль, Сталинградская, а самое опасное время, период всей войны, это Будапештская операция. Помнишь? Считающийся создателем научной школы травматологии в Красноярске легендарный доктор Лазарь Роднянский со своей супругой Лидией Ефимовной познакомился в фронтовом госпитале. Вместе супруги прошли ту страшную войну, за время которой ему пришлось провести только 350 ампутаций из-за газовой гангрены. Бывший военный хирург Лазарь Львович Роднянский, ныне профессор, возглавляет кафедру ортопедии Красноярского медицинского института. Почти 20 лет занимается проблемой лечения сколиоза. Под руководством Роднянского разработан метод раннего профилактического хирургического лечения болезней, который теперь известен во многих странах мира. Более полувека назад в Краевой клинической больнице совместно с инженерами Красмашзавода под руководством Лазаря Львовича был разработан уникальный эндокорректор для исправления и скривления позвоночника у детей. И это на тот период был настоящий прорыв в медицине. Чтобы попасть на прием к Роднянскому, люди, приехавшие со всего СССР да из-за рубежа, представьте себе, разбивали палатки возле Краевой больницы. Впрочем, в бою за здоровье военный хирург всегда хранил в памяти и бои за жизнь. Вспоминается эпизод, когда командующий армией, будучи закован в гипс, лежа на кровати, поставленной почти вертикально, смотрел из окна дома на поле боди, развернувшееся перед нами, и продолжал командовать. И его работа была рядом с операционной и перевязочными, в которыми мы оказывали помощь раненым. Еще один легендарный земляк, почетный житель Красноярска, самый титулованный актер театра Пушкина, заслуженный артист РСФСР Николай Прозоров, на фронт ушел добровольцем, отказавшись от брони депутата городского совета. О трудных военных дорогах рассказывают его боевые награды. Николай Захарович был награжден орденами Отечественной войны второй степени и Красной звезды, медалями за боевые заслуги и за победу над Германией. Он участвовал в боях за Украину, форсировал Днепр и пруд. Прозорова, что называется, бог миловал, обошлось без ранений. Но однажды, во время бомбежки, его вместе с товарищами засыпало в землянки. Откапывали двое суток. Приврит от сильного переохлаждения в будущем повлек за собой туберкулез. Но это не помешало после войны вернуться в Пушкинский. Специально на него, любимца публики, зрители покупали билет чуть ли не за год вперед. Прозоров был удостоен государственной премии и служил в сцене до 88-го года, то есть до конца своих дней. Как Сталин объявился на братья и сестры, сказал, он сразу покорил все сердца. Народ сразу откликнулся. В эту войну он сразу открыл все церкви и все те заключенные архиереи, священники, они все были освобождены. Все молились за нашу армию, чтобы была победа. И с иконами выходили, когда под Москвой был противник, и противник отступил. И многие немцы видели, как выходила Божья Матерь в воздухе и угрожала. В миру Николай Дмитриевич Глазов, потом уже архимандринт Нифант, в 1939 году был призван в армию. Служил артиллеристом, а потом сразу в 1941-м на фронт. Воевал в зенитной артиллерии в 1119-м полку 7-й гвардейской армии 2-го Украинского фронта. Награжденный множеством медалей в 1945-м дошел до Будапешта, где был тяжело ранен. 19 осколков в ногах. Тяжелейшая операция. Всю жизнь потом он молился за здоровье врачей, которые спасли ему ноги. Я самый тяжелый был. Гипс по сих пор, штаны и лупашка. Четыре санитара еле несли. Одна только грузиночка, Лидия Григорьевна. Если жива, долгая, здоровая. Вот ко мне его. На четвертый этаж. И она уже ухаживала за мной все это время, пока я вылечился. Жизнь Нифанта поистине путь бескорыстного, если хотите, святого служения Богу. После войны много лет он работал в Свято-Троицком храме Красноярска. Причем в годы, когда ходить-то туда и молиться было зачастую даже просто опасно. Авторитет Нифанта был невероятный даже в среде воинствующих атеистов. Ведь именно благодаря ему, священнослужители в нашем городе, возможно, первым в стране стали выходить на демонстрацию 9 мая отдельной колонной. И он, всю жизнь прослуживший Богу, и актер Прозоров, всю жизнь отдавший искусству, и доктор Роднянский, служивший медицине, были, несмотря на всю разность судеб, самыми настоящими защитниками Отечества. Мне кажется порою, что солдат С кровавых, не пришедшие полей Не в землю нашу полегли когда-то, А превратились в белых журавлей Они до сей поры с времен тех дальних Летят и подают нам голоса Не потому так часто и печально Мы замолкаем, глядя в небеса Наталья Кичина, Новости ТВК Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова